Всем привет! Грядет новый выпуск и мы прямо сейчас находимся в месте, куда нас зовут чаще всего за последние три года. Это Балт район города Калининграда и тема-то какая сегодня будет, друзья, тема будет алкоголь. Да, мы будем спрашивать у людей, кто пьет, что пьет, зачем пьет, по каким поводам. В общем, я думаю, здесь можно будет разгуляться, но связи между Балт районом и алкоголем не ищите. Я вообще не сторонник этих стереотипов. Я думаю, здесь нормальный, такой же район, как и все остальные. Тем более, мы здесь находимся не просто так. Есть повод, который объединил и темы алкоголя и местом Балт район. Чуть позже вы об этом узнаете. Ну и пока начнем с фразы, без которой не обходится ни один выпуск. Это проект ОК Гуревск. Поехали! Привет! Можно немножко с вами пообщаться? Нет, нельзя? Чуть-чуть. Я не умею. Не умеешь общаться? Умеешь, получается. Я русский. Я тоже не русский, все нормально, я тебя научу. Чем-то же ты занимаешься наверняка? Я боксом занимаюсь. Ты боксом занимаешься, ты от меня убегаешь, я от тебя должен убегать. Про алкоголь мы сегодня говорим, с людьми. Ты вообще как относишься вообще к алкоголю? Мне вообще все равно. Ты хоть раз, ну, наверняка, наверное, пил? На праздниках все все было. Ты сейчас тоже бывает выпиваешь, а ты как и боксом уже занимаешься? Ну, слегка там. Новый год, день рождения. День рождения? День рождения любого человека или? Да. То есть, мы-то можешь каждый день еще брать. Близких близких. Было наверняка, когда ты хоть раз напился прям вообще жестко? Было такое? Да, Новый год. Не начудил? Не, вроде. Держали, держали вам, пацаны. Пацаны держали? Ты показываешь, там парень, девушка, ты говоришь, пацаны держали. Пацаны, пацаны, помашите вам, пацаны. Вы не против? Чуть-чуть пообщаться. Ну, пару вопросов задавать. У нас тематический выпуск, меня зовут Руслан. Тороплюсь, потом. Не, вы не торопились, вы же стояли на месте. Болт район, все куда-то торопятся? Делают вид, что куда-то торопятся, это очень важно. Привет. Кулачок, а то холодно, да. Ты нас узнал, да? Конечно. Сегодня говорим про такую тему алкоголя. Ты как вообще относишься к алкоголю? Чрезвычайно положительно. То есть, ну, бывают случаи, когда ты можешь немножечко выпить? А, нет. Так, ну, то есть ты сам не пьешь? Нет, вообще. Вообще не пьешь? Никогда? Ни разу не пил. В этом проблема людей, которые нас узнают, они пытаются шутить на камеру с лицом. Но не получается, да. Бывали случаи, когда ты прям вот напился прям конкретно? Я думаю, как у всех. Ну, наверное, как у всех. Ну, не чудил? Не было такого. Ни с кем не дрался по пьяни? Нет. Вообще никаких историй нет? Нет. Придется вырезать просто тебя. Блин. Секс по пьяни был? Ты вон только по пьяни и был. А ты только по пьяни и был, да? Можно немножечко с вами пообщаться? Если вы не против, Руслан меня зовут. А вас как зовут? Михаил. Михаил? Михалыч. Михалыч. Позовной. Имя Михаил, а так Михалыч. И фамилия Михайлов? Нет. Смотрите, мы снимаем на YouTube в интернет-передачу. На YouTube? Здравствуйте. Ой, а зачем вы так сделали? Наоборот, на YouTube сейчас в шапках модно. Да, может, обратно. Нет, это не модная шапка. Мы сегодня говорим с людьми на улицах про такую тему щепетильную, как алкоголь. Вот. Как вы вообще-то... Да нифига себе, вот сейчас вот реально не туда попали, потому что я выпивший. Можно еще другу позову? Друг? Это друг есть с вами? Там за машинами, там снизу в подпале у меня в офисе. Можно показать? Хотите? Пойдемте. Прямо сейчас мы покажем офис одного из самых влиятельных людей Болт района Михайловича. Да, все правильно. Нифига себе. Вот я нарвался. Здесь я живо, битая. Юра, осторожно, камера. Юрий, добрый день. Здравствуйте. Это все Михайлович. Мы общаемся сегодня на такую тему с людьми на улицах, но получилось так, что мы переместились в ваш офис про алкоголь. Ваше отношение к алкоголю бывает ли... Третьегорически против. Против? Нифига себе. Да. А выпить любим. Мой товарищ выпивает, я за рулем сижу, я... Да, да врет, врет. Дело в том, что я не пьющий человек. У меня аллергия вообще на алкоголь. Вообще не пьющий. Вот. Не ври. Ну я выпиваю, по выходным я выпиваю. Аллергия? А как так, аллергия? В субботу я выпиваю. Но вы против алкоголя? Я против. Нет, он не против. Он не против. Он меня заставил выйти на улицу купить бутылку пива. Когда в последний раз вот напились прям жестко? Женая ситуация, Света купирует. Прятался. Нервничать, блин, ты аж покраснел. Да потому что охренеть. Чаще всего люди бросают пить, когда происходит какая-то жесть. Я потерял мотоцикл, потерял... Самая офигенная штука, когда я выпил, это я потерял зуб. Я против алкоголя. Про марихуану, про это говно я вообще молчу. У меня здесь в офисе никто никогда в жизни ни траву, ничего, блин. Мы только выпивать умеем. Никто не курит в офисе? Нет. Я против этого, вообще конкретно против. Вот последний раз, когда вы прям поняли, что оп, алкоголь, надо останавливаться. Что произошло, что-то там... Это произошло на дискотеке. Это было в Амстердаме. Вы были в Амстердаме. Да. А у нас в Калининграде есть Амстердам. Там просто раньше говорили, что там типа для геев. Я просто, я ни в коем случае просто... Там есть и гей. Оно так и есть. Там есть гей. Я таксист. Там есть гей. Я таксист. Я тут... Есть лесбиянки. А вы видели геев? Живую. Ко мне, конечно, приходили. Кто-то подкатывал по-любому? Ну, как-то вы сразу типа... Я против. Я не люблю геев. Я против. Пусть ли меня вспотел аж. Ко мне подходил гей. Я сразу сказал, остави от меня. Не ври, братишка. Ну, скажи все как положено. А я что делаю? К нему пристают, да, бывает. Он красивый. Ну, надо же, классно признать. Он вообще замечательный парень. Хорошо выглядит. Да, сейчас. Но он не такой. Я таксист. Я оттуда всех забирал, блин. Все, базара у меня-то. Бывало такое, что вы везете двоих геев назад. Как-то пытались их остановить, или вы не имеете права, да, по идее? Ну, с машины выкинул. Да? Ничего себе. Ну, я просто... Это последовало? Я хочу сказать за счету геев. Не надо их трогать. Хоть они у них... Ну, гея может трогать только гей. Правильно? Они же геи. Ну, может, и нарушены. Но трогать их не надо. Я не гей, но уважаю геев. Я не люблю геев. Я против. Пофантазируем, если вдруг... Ну, вдруг вы узнаете, что Михалыч гей. Пофантазируем. Ваша реакция. Я тебе сейчас нам фантазирую. Ваша реакция. У нас, да, у нас с ним... Вот. Клятва была. Мы мужики. Правильнее, с нас снимает скрытая камера. Не, не очень скрытая. Мы не какие-нибудь там странные бомжи, которые сидим в подвале или еще что-то. Мы не мудаки. Мы спокойно. Ремонтируем машины. Ремонтируем велосипеды. Небольшую рекламу вам сделаем. Что, где вы находитесь, чем вы занимаетесь. А, ну, скажу, блок... А, застрял немножко. Короче, первый район Михалыч. Если уходу сломался, в общем, велосипед? Да, мне приезжают, да, конечно. Постоянно рассказывали, напивались. Потому что, зубы в порядке? Да нет у меня зубов уже давно, блин. Я 75-го года рождения. Какие зубы? Ну да. 45 лет, о чем мы говорим? Какие зубы? 40, да. Блин, 45 лет. Все нормально, 45 лет, это хорошо. Ни фига себе. Ё-моё, мне паспорт надо делать, надо бежать. А давайте мы вам сделаем фотографию на паспорт, не хотите? На паспорт? Да, там же это самое, там всякие вот эти... Уголочки? Миллиметр уже, да, нужные уголочки. Ну, как раз оди, да, чтобы видели, что с спортом человек. Не-не-не, не надо, не надо. Это уже будет лишним. Как вы думаете, на паспорт 45 лет можно уже улыбаться? А это по моему решению. Да. Тогда ладно, все, я фотографирую, вы смотрите. Главное, чтобы не пьяный выглядел. Вы пьяным не выглядите вообще. Хорошо получилось, мне кажется. Ага, ухо только торчит. Давай поменяем. А ухо, оно торчит, это чисто биология. Не, нельзя, они сказали, что надо смотреть прямо. Тогда вот. Во! Классно. Вот. Все. Вот это... Вы есть это в соцсетях ВКонтакте? Конечно. Давайте, как вас найти? Тимошкин Михаил. Михаил Тимошкин, 13 лет, Москва, правильно? Нет. Понял. Калининград. А, 45 же. Скажи, чтобы не стерли. Стирайся. Сотрись, праздник. Можно немножко с вами пообщаться, если вы не против? В Полеске снимали. Ну, не только в Полеске, по всем городам ездили и приехали в Болт район, наконец-то. Вы же в Болт район отсюда? Да, да, да. Что вообще можно здесь делать? Ну, здесь гулять, отдыхать. Где отдыхать можно? Ну, с девками гулять, там, на море есть и все такое. С девками. А сейчас что без девок? Отдыхают девки. Сейчас утро? Утро еще. Они спят. Девки в Болт районе утром спят, вечером выходят, а вы вечером спите? Или вообще никогда не спите? Мы не спим. Мы сегодня обсуждаем с людьми на улицах тему такую, как алкоголь. Как вообще к нему относитесь? Ну, по-любому как-то относитесь? Ты, допустим, выпил. Какой у тебя смелость добавляет у тебя? Смелость. Ты останешься адреналин, там, да. Выпил с девушкой, уже легче знакомиться. Да. То есть, ну да, когда трезвый, там по-другому. Здорово, парни. О, мы как раз про тебя говорили. Как относишься к алкоголю? Отлично. Бухаешь? Конечно. Да? Олег Рисман пока. Они пока побухать отошли. Да. Можно немножко с вами пообщаться? Ну, даже если что, мы вам поможем снять, если что-то надо. Вы отсюда из этого района? Нет, нет. Разве я миф? Многие говорят, что типа болт район, это типа такой, типа, знаешь, криминальный, быдло, там, маргинал. Здесь же все нормально. Мне нравится. Мне тоже нравится. Ну да, то есть никто не приставал вам здесь, типа, знаешь, там. Дело в вас, как думаете, или типа просто культурные люди? Культурные люди. Сталкивались вообще с таким понятием, как алкоголь в своей жизни? Да, естественно. Бывали ситуации. Давайте вспомню, когда в последний раз прям вы напились. На день рождения. Ну, не у меня, а у моей подруги. Ты так радовалась ее днюхи, что ты накидалась? Одна плевала, а другая просто валялась на кровати, болталась с другом. А ты что делала? Просто сидела или что делала? Начала сидела, а потом пришли ее родители. То есть можно было, в принципе, и не бухать? Да. Да, еще, в принципе, вспомним. Привет. Причем я не уйдусь, если вы не знакомы. Был трое он такой, все добрые, общительные. Тут любой приходит, тут с собой здоровается. Что снимали? Можно вам помочь что-то? Вы что-то хотели снимать? Да нет. Вы тиктокерши? Я, да. Может быть, тебе просто на камеру просто сидеть? Пока. Если ты сейчас чихнешь, он подойдет, скажет, будь здоровый и уйдет. Если вы не против, можно ли с вами немножко пообщаться? Хорошее настроение у вас. Мы буквально так... Не очень-то, ну ладно. Да мы быстро так. Тем алкоголем? Ну, наверняка... Не дружу. У мужа отвращение, что так водки. Стоит хорошая водка, он говорит, ну не могу смотреть на нее. Наверное, говорит, заболел, что не могу выпить водочку. Ну, вы помните, был хотя бы один случай, когда вы прямо вот напились до беспамятства? Ой, нет, это я не помню. По-моему, не было такого. А поэтому вы не помните? Ну, что вы выпилите, не помните? Ну, то есть, в сумке сейчас там алкоголя нет? Нет, здесь все сухарики и сладкое. Ой, сухарики к чему? А сухарики к бульончику у меня сделала такой... На водочке бульончик? Не, водочка. Водочка стоит, никому не нужна. А может быть, сынишка вот сейчас узнал, что водка стоит? И он такой, типа, ага. Даже и близко, он даже бросил курить, мой мальчик. Честно, хочешь, надо выпить? Не-а. Ну, иногда вот это, когда день рождения, ну, выпиваю. Смой птичка. Пью, когда день рождения. Новый год, когда пью. А что ты там пьешь чуть-чуть? А бывало так, что, типа, вы хотели, а мама говорит, типа, ну, узнаю. Не, он полторашку пива на Новый год себе взял в комнату и выпил. Выпил, да? Я говорю, с ума сойти, да еще дешевку такую, крыница какую-то гадостную. Все, хорошего вам дня, спасибо за общение. А вот, а на какой сайт-то мне? Ютуб, окей, Гуревск, канал называется, ок, ок, Гуревск. А когда сегодня будет? Я не запомню. Ютуб? Ютуб? Сейчас на мальчике запишет. Давайте на руку, на руку маршет. Нет, подождите, давайте на ему коробку конфет, а здесь не запишет. О, коробка конфет, давайте. Ну, Лёлик, он меня разоряет нас, не пишется. Да, бумажка дай, мама. Ну, нет у меня. Значит, Ютуб ок. Ютуб, да. Ютуб, это сайт. Ютуб. Ютуб. Лёша, ты что? Ютуб, Гуревск, да? Гуревск, Ютуб, Ютуб в начале, да? Я так вообще к интернету, вот он сидит за интернетом. Алёша, сидишь в интернете? Музыку слушаю в интернете, всякое смотрю. С девочкой, с девочкой, с девочкой, с девочкой, с девочкой. С девочкой, с девочкой, с девочкой, с девочкой. С девочкой, с девочкой, с девочкой. С девочкой, с девочкой, с девочкой. С девочкой, с девочкой, с девочкой, с девочкой. интересуется мальчика мальчиков не смотри он маменькин сынок все спасибо маме спасибо маменька на сыночку алёш все давайте а вот дорогие друзья и тот самый повод о котором я говорил сам начале выпуска почему мы сегодня здесь дело в том что открывается очень крутое место в болт районе называется день и ночь где продают крепкие хмельные напитки а вот человек который стоит рядом со мной привет он собственно сегодня сюда пригласил я вижу шарики слышу музыку это значит что такой микро праздник здесь будет открытие нового места да можно купить любые напитки круглосуточно конечно мы закон соблюдаем после 9 крышка скрывается и продается только с открытой бутылкой можно и у нас вот и подожди ты сейчас самую главную отличительную черту сказал так просто мимо то есть здесь можно после 9 купить алкоголь до круглосуточно в любое время больше всего повезло жителям этих домов это они все скинули чтобы открыли магазин нам просто некуда ходить после девяти часов брать можем провести небольшую экскурсию ассортимент несколько намекал экскурсия погнали то сразу что ты не мерз бедный мерзнет без куртки стоит ну здесь уже покупатели лишь место только открылась уже стоят целых два стеллажа по водку приготовили стеллаж под коньяк стеллаж под виски там элитные напитки два стеллажа под вино стеллаж под красный стеллаж под белый есть и полусладкий полусухое сухое и любой ценовой категории а дешевого дорогого по ценам есть чем-то отличается по ценам мы делали самые лояльные цены несмотря на то что круглосуточно и все покупатели заходят говорят а как у вас будут цены бара цена этот нет на сцену обычно розничного магазина бесплатно еще бесплатные сегодня на открытие кто знает халяву но по купону до раздаются флайеры по купону люди приходят вон уже можно посмотреть кой сразу номерок дает и номерок и купон да а чё выиграть можно магазин от можно выиграть магазин выиграть нельзя будет будет 20 призов начинают самых простых и жевачки и заканчивая бутылки виски джимбима для жевачка надо побороться за жевачка до виски можно не так и жевачка это тема а это вот сейчас вам дали как раз хочу сказать еще над флайер можно сделать квартиру даю до был трое не бесплатно помогать 2 квартиры и шоколадку и шоколадку да мы всегда на всех съемках когда нам гает халява мы такие опа мы сразу туда за эту движуху мы тоже взяли флайер бесплатный коктейль не знаю мы сейчас узнаем что там такое здрасте вот может подписчиков просто просмотры не даете на халяву а виски с колой типа там блин а я просто я за рулем так мне надо как-то вид давайте я щас просто я сейчас делаем не надо просто виски вылить и все все осталось только кола нормально халява халява вот с кем мы не общались сегодня все говорят нужен повод день рождения новый год ну можно же алкоголь и без повода когда хорошее настроение или открытие магазина или открытие магазина вы не работаете здесь я просто вы просто идеально как в рекламе покупатель который сам говорит все нужную информацию когда после раз напились помните в три года в три года напились сухое вино вам было три года было хоть раз что вы что-то по пьяни чудили там нужно в том числе и ты чудил по пьяни открытие магазина день-ночь я так понимаю что вы только об этом узнали сегодня пришли целенаправленно на открытие целенаправленно ради открытия не вот это очень ради этого мы живем рядом я думаю что это будет пользоваться успехом праздники дни рождения никто не отменял 8 марта готовьтесь ко мне у меня седьмого день рождения поэтому я замок седьмому вы придете сюда наверно 6 закупите все что здесь и с девчонками я седьмого работы понимаете до 9 часов вечера естественно я успею купить и поэтому мы с девчонками после 9 придем сюда и будем здесь отмечать мой день кстати это вы сейчас не выдумали нет прям идеально все сложилось это просто супер у всех есть хотя бы одна алкогольная история была если не секрет рассказать если помню а мне было 18 лет был такой бренди солнечный берег солнцебряк мы его называли и мы с подругой гуляли по городу у нас денег хватило только на это солнцебряк сели на лавочку пили этот алкогольный напиток закусывали елочкой которые росли рядом то есть на новый год в принципе у вас дома на столе только как алкоголь и рядом елочка стоит нет еще стулья во мы нашли самого запасливого человека я вообще с другого края приехал это настолько ты обрадовался что открывается магазин с другого края типа забайкальского края с гурецкой а так мы тоже ну мы называемся не сгурецкой я вообще алкоголем увлекаюсь с детства и когда узнал что вот тут поясняю увлекаешься выпиваю внутренне внутренне он неплохо сохранился спасибо или тебе 7 вообще твое мнение по поводу таких вот магазин 9 даже можно возможность купить легально замечательно если чени что ты будешь часы уже подыскиваешь квартиру поближе да 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 какие-то отличия там есть вот и зашел в первую цену не то чтобы я сейчас тебя на рекламу пытаясь вылить цены действительно мне понравились да я просто счет реально не шарю если честно я очень не пил алкоголь не я я комбинирую я как бы только будет наркотики нет спорт и алкоголь то есть в будни я занимаюсь спортом а на выходных там могу себе позволить немножечко и спортом занимаешься но я сначала занимался боксом а сейчас просто для себя в тренажер хожу потому что алкоголь через неделю ты будешь заниматься просто физкультурой а потом через месяц ты будешь просто смотреть спорт папа теле это будешь уставать вот и все этот выпуск подошел к концу я думаю получился веселым опять же чтобы подвести итог дорогие друзья мы ни в коем случае не пропагандируем алкоголь я сам не пью я об этом говорил и готов дальше говорит ну вот я допустим не хочу пить и если вы не пьете вам тоже рекомендую даже не начинать но если пьете это ваш организм мы лишь хотели сказать что открылось такое прикольное место в болт районе если кому-то надо приходите если кому-то надо подписаться наш канал подписывайтесь если кому-то хочется вот вот хочется оставить какой-то классный комментарий что типа руслан такой шикарный выпуск был оставьте все нормально мы все примем мы все понимаем а это был проект окей гурис пока и и и и